100 дней правления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые в Ереване отмечают на этой неделе, проходят на фоне неожиданного события, которое для многих и вовсе стало сенсационным. Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, и выпустить его из-под стражи. Освобождение одного из соратников экс-президента Серджа Сарксяна, представителя старой элиты, пришедшей к власти после войны в Карабахе и к сегодняшнему дню утратившей доверие широких масс, вызвало немало вопросов. Главный из них, куда идет произошедшая в республике бархатная революция и как теперь будут развиваться отношения с Азербайджаном и решение карабахской проблемы. Здравствуйте, я Сергей Строков, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Эти вопросы становятся все более актуальными. Возглавляемая экс-президентом Ливоном Тер-Петросяном партия Армянский национальный конгресс в связи с решением апелляционного суда выступила с экстренным заявлением, назвав освобождение Роберта Кочаряна незаконным и предупредив об угрозе, цитирую, контрреволюционного реванша в Армении. По версии политической силы Ливона Тер-Петросяна, в свое время снискавшего репутацию одного из соратников Никола Пашиняна, апелляционный суд принял незаконное решение под влиянием неких сил, которые инициировали обращение 46 депутатов в защиту Роберта Кочаряна на фоне активной пропаганды против действующих властей в СМИ, контролируемых Робертом Кочаряном. Ну что это за загадочные некие силы в обращении Армянского национального конгресса не говорится. Тем не менее, представители этой партии приняли решение 17 августа выйти на площадь и принять участие в митинге намеченным лидером армянской революции Николом Пашиняном, чтобы заявить о своем несогласии с действиями властей. Подтверждением того, что по крайней мере, часть армянского общества встретила освобождение Роберта Кочаряна в штыки, стала и акция группы гражданских активистов, сорвавших его пресс-конференцию в гостинице Рибуни Плаза и устроивших манифестацию у здания апелляционного суда. Мы добились своей цели пресс-конференция сорвана. Этим мы хотели показать отношение общественности к освобождению Кочаряна, заявил журналистам один из участников этого пикета. В свою очередь, в команде Роберта Кочаряна немедленно предъявили счет за срыв пресс-конференции новым властям Армении, назвав случившееся подавлением инакомыслия и свидетельством того, что новое руководство способно, цитирую, начать политические преследования против оппонентов. Хотя сам Никол Пашинян открыто не поддержал митингующие, представители экс-президента Кочаряна настаивают, что за этой акцией стоят проправительственные активисты и близкие друзья соратники Никола Пашиняна, которые перед телекамерами устроили дешевое представление, так сказать, изображая озлобленный народ. Самым интригующим же стало признание пресс-службы Роберта Кочаряна, что на этой несостоявшейся пресс-конференции экс-президент, оказывается, собирался сделать какие-то очень важные политические заявления и дать ответы на многие вопросы. Однако, поскольку общение с прессой не состоялось, то признания Кочаряна, способные пролить свет на происходящее, так и не прозвучали. Вопросы остались без ответов. Интересно, что в условиях все большего размежевания в Ереване и наблюдаемого обострения борьбы старой и новой элиты сам Никол Пашинян, как ни в чем не бывало, пытается представить ситуацию так, словно все идет по плану и начатая им революция не сбивается с курса. Вот что он заявил уже после того, как апелляционный суд освободил Роберта Кочаряна из «Подстражи». Я цитирую. «Нет в Армении силы, которая бы смогла остановить победу народа. В Армении нет альтернативы установлению законности. Все те, кто нарушал государственные законы, должны ответить за это». И еще одна цитата. «Мы не планируем заменять правонарушения других нашими правонарушениями. Грабеж государства заменять нашим грабежом». Это слова Никола Пашиняна. И вот возникает вопрос. А что же дальше? Что касается судьбы Роберта Кочаряна, то очевидно, что судебная тяжба и перетягивание каната в его деле продолжатся. Не случайно Генпрокуратура уже рассматривает вопрос об обжаловании решения апелляционного суда. Это означает, что главная борьба впереди. Однако у всей этой истории есть не только юридическая, но и отчетливая политическая составляющая, которая перевешивает юридическую. Ведь если вдуматься, то история с освобождением Роберта Кочаряна вполне может стать прецедентом, после которого маятник в армянской политике, пусть и не сразу, пойдет в обратную сторону. И все вернется на круги своя. В окружении Ливона Тарпетросяна называют это контрреволюционным реваншем. Однако на самом деле это может быть попытка Никола Пашиняна найти новый консенсус, новый баланс сил между новой элитой и старой гвардией, все еще обладающими немалыми ресурсами и возможностями для того, чтобы влиять на ситуацию в республике. Не будем забывать, что есть большая разница между революционерами на площади и теми же революционерами, но уже пришедшими во власть. Это доказывает опыт многих стран, и Армения вполне может вписаться в эту общую мировую тенденцию. В России последние перипетии в Ереване по понятным соображениям не комментирует. Армения суверенное государство, которое вправе решать, кого и когда судить, а кого миловать. Москву прежде всего волнует то, как скажется меняющаяся с каждым днем политическая ситуация в Армении на участие республики в евроазиатской интеграции и структурах коллективной безопасности на постсоветском пространстве. Не возникнут ли новые осложнения на этом пути? Некоторые заявления из Еревана, звучавшие в первые 100 дней правления Никола Пашиняна, были противоречивыми. Предъявление обвинений в свержении конституционного строя генсеку организации договора о коллективной безопасности Юрию Хачатурову и вовсе вызвало в российской столице легкий фурор. Однако при этом Никол Пашинян успел уже два раза встретиться с президентом Путиным, который познакомил его с президентом Алиевым в Москве. И неоднократно Пашинян давал понять, что резких поворотов во внешней политике Армении не произойдет. Страна останется членом ЕвроАЭС и ОДКБ. Но при этом Пашинян также успел побывать и на саммите НАТО. И это в самый разгар противостояния. Североатлантического альянса с Москвой. Таким образом, еще один актуальный вопрос. Сможет ли Никол Пашинян сохранить верность своим внешнеполитическим декларациям в течение вторых 100 дней нахождения у власти и далее во время всего срока своего правления? Впрочем, ситуацию неопределенности нарастающей в Алиеване лучше всего иллюстрируют отношение новых армянских властей к проблеме Нагорного Карабаха. Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Карабаху в конструктивном русле, в рамках взятых политических обязательств и в контексте интересов Армении. Это слова Никола Пашиняна сказаны им на днях. Ну, казалось бы, призыв к переговорам можно только приветствовать. Но, впрочем, армянский премьер тут же оговорился, цитирует, для возобновления переговоров, особенно в нынешней геополитической ситуации, нужен подготовительный этап предусловия. О каком предусловии идет речь и окажется ли оно приемлемым для Баку, Никол Пашинян не сообщил. Еще больше запутало ситуацию его загадочное признание, что Ереван, цитирует, готов к любому сценарию развития событий по Карабаху. И вот хочется верить, что в списке этих сценариев, военный сценарий, начисто отсутствует. Впрочем, число вопросов к Николу Пашиняну растет. И, конечно же, карабахский вопрос остается главным. Это был Сергей Строгань, политический обозреватель, с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok